Доброе утро, уважаемые коллеги! Задача моя следующая, потому что определить место именно кривоабляции в лечении опухолей костей. Первичные опухоли костей это орфанные заболевания, потому что они за ним составляют всего 1-1,5% всех новообразований человека, и 2,5-3% это доброкачественные. А вот что касается метастазы в костях скелета, это, видите, 96%. И если первичные опухоли злокачественного образования в год в Российской Федерации где-то у нас получается около 3000, то метастазы в скелет, в кости скелета, это 1,5 млн. пациентов. Вот на данном слайде мы видим место первичных псевдообхолевых поражений, первичных злокачественных метастазов и местоприложений, местоприложений к кривоабляции это вот в этом сегменте, это 16,5%. Это данные ортопедического института Резоли из Болонии, Италии. Это одно из ведущих учреждений в мире. Я тоже говорил, и комбинированное лечение большинства первичных злокачественного образования костей это химиотерапия, это лучевая терапия, брахиотерапия, а также оперативное вмешательство именно с эндопротезированием в последнее время, я имею в виду последние десятилетия, широко применяются при эндопротезировании как крупных, так и мелких суставов. И, естественно, при далеко зашедших стадиях первичных злокачественного образования и имеет место это было инвазивной методики. При лечении опухоли и злокачественного образования костей это всегда мультидисциплинарный подход, равно как и при саркомах мягких тканей, потому что это проблема не только чисто хирургическая, но это проблема и химиотерапии, лучевой терапии, лучевой диагностики. И одно из основополагающих проблем и фундаментов здесь в лечении это морфологическая верификация этого процесса, потому что от морфологии зависит дальнейшая тактика лечения этого сложного контингента пациентов. Каково преимущество малоинвазивных манипуляций, потому что это небольшая операционная травма, наиболее короткий восстановительный период. Естественно, отсюда никуда не денешься. Это экономическая составляющая, меньшая стоимость проводимого лечения и возможность выполнения данных манипуляций под местной анестезией. Я кратко остановлюсь. Это через кожные, именно из малоинвазивных, это через кожные вертебропластики, это остеопластика и интервьюционные методики. Что касается, есть один из методов, который мы сегодня касаться не будем, это термоаблация, это общеизвестная методика, это аппарат РИТА для и различные зонды. Здесь видно, что при методическом поражении крестцово-поздушного сочленения, вот зон, сама процедура прощественная и непосредственно уже после выполнения термоабляции видим, что здесь у нас имеется очаг некроза и появление зоны склероза вокруг метастатического очага. Ну и конкретно сегодняшняя тема нашего заседания это криводеструкции. Дальше Георгий Георгиевич об этом будет говорить. Это момент проведения кривоабляции в кабинете компьютерной томографии. И здесь на картинке видно постановка зонда и непосредственно проведение этой процедуры. Что касается результатов проведенного лечения, видно вот даже из этой приведенной таблицы, что количество рецидивов после проведения термоабляции она не такой уж большой, учитывая при метастатическом поражении скелета мы видим, что рецидивы появляются. То есть есть, вот некоторых авторов дают, особенно у 98-го года от 0%, чему я не очень верю, но от 2% до 11% это те проценты, которые они реальны. И вот этот клинический случай, это пациентка, который Георгий Георгиевич, уже второй год у нас, Георгий Георгиевич, это пациентка, который диссеминированный рак яичника с метастазами в кости, метастаз в кресте с крестцом, это метастаз в кресте с крестцово-подвздошной сочленении, это МРТ томограмма до кривой деструкции и после кривой деструкции мы видим, что здесь сформирован через 6 месяцев сформирован зона склероза по окружности метастазического процесса и самое важное, потому что пациентка перестала ощущать те боли, пациентка себя обслуживает и передвигается, то есть это большое, именно в плане реабилитации этих пациентов, потому что они, я еще раз повторюсь, это очень большая проблема, именно метастазические поражения костей, и позволяет уменьшить интенсивность болевого синдрома, то есть то, что называется улучшить качество жизни у этих пациентов, и что очень важно в сегодняшний день. Спасибо. Спасибо, Георгий Иванович. Пожалуйста, вопросы в аудитории будут, Георгий Иванович? Спасибо. 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 Спасибо.